Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Вы слушаете «Радио Болтком». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Радионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи политолог Глеб Павловский. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 230-6191. Для тех, кто звонит к нам из-за рубежа, это становится актуально, учитывая, что Латвия становится закрытой страной, код плюс 371. Да, обнуление президентских сроков Путина, тема, которая сегодня очень громко обсуждалась. Мы в том числе говорили об этом, и ряд экспертов у нас из России высказывался в прямом эфире. Сейчас вот буквально в эти минуты стало известно, что Конституционный суд все-таки поддержал это обнуление. Как бы вы могли охарактеризовать произошедшее? Ну, уже все сказано. Все сказано, и конституционный переворот, и тому подобные вещи. Дело в том, что пока первая и вторая часть Конституции Российской Федерации 1993 года остаются неприкосновенными, то все такие инновации, вроде сегодняшних, они конституционно ничтожены. Они не имеют никакого обязывающего значения для граждан Российской Федерации. И поэтому это, конечно, порча Конституции. Ну, примерно как если бы кто-то вышел и, значит, на нее испражнялся. Но от этого не меняется ее суть. Ее суть заключена в неизменных, пока она не отвергнута полностью, неизменных двух частях Конституции. Они действуют. А решение Конституционного суда ничтожно. То есть здесь не было интриги в решении Конституционного суда? Потому что были разговоры о том, что он мог бы и не поддержать, но потом как-то это сделали иначе. На всякий случай призывали его это сделать, как, в общем-то говоря, и положено Конституционному суду. Но этот институт рухнул. И независимо от Конституции он не смог вынести решение. А на ваш взгляд, для чего все это было нужно? Какой в этом скрытый или, может быть, явный смысл вот у всей этой истории с обнулением, с выступлением, с заявлением приезда Владимира Путина в Государственную Думу и так далее и тому подобное? Понимаете, это все тот же русский дурацкий вопрос. Мы ищем смысл за чем-то. А надо просто рассматривать реальность, как она есть. Это сползание власти в поток импровизаций. Он в данном случае начался в середине января, выступлением Путина. Но дальше Путин плохо управляет этим потоком. Это такая вывернутая перестройка, я бы сказал. Перестройка наизнанку. И в этом смысле мы находимся примерно в фазе, когда по всему Советскому Союзу рубили виноградники, чтобы победить алкоголизм. Какой, на ваш взгляд, должна быть и может ли быть реакция со стороны сил оппозиции? Будут ли какие-то митинги, протесты, народ? Будет ли он как-то собираться в больших масштабах? Ну, понятно, что сейчас коронавирус и мероприятия ограничены. Но вот так или иначе, заставит ли этот народ выйти на улицы? Ну, конечно, будут митинги, будут пикеты. Они есть уже сейчас. И нельзя отрицать мужественность людей, которые в безнадёжной и, прямо скажем, в бессмысленной ситуации делают своё безнадёжное и бессмысленное дело. Они поступают экзистенциалистски правильно. Но, конечно, это не будет иметь никакого значения, потому что оппозиция как бы обронила тему Конституции очень давно. Она забыла, что это такое. Она примерно так же относится к ней, как и Путин, и не видит особой беды. Ну, подумаешь, бумажка. Вот мы придём к власти и напишем другую бумажку. Ну, и так же думает и Путин. То есть, получается, что в России вот такой период обесценивания сейчас, что закон и Конституция как главный закон страны, она уже не имеет никакого смысла и ценности. Ну, это ведь политический процесс. Он одномоментный. Нет. Обесценивание республиканских ценностей шло долго. И потеря оппозиции своей политической повестки тоже давно шла, где-то лет 15. То, что она пришла к этому моменту, не означает финала. Просто будут все те же вещи, придётся делать сложнее. Это как с пропущенными уроками. Год закончился, и вас оставили на второй год. Но этот второй год будет тяжёлым. Ну, кстати, уроки сейчас действительно могут быть пропущены, ввиду того, что из-за пандемии все переведены на дистанционное обучение. Только не в политике, да. Это понятно, что в школе это может быть, а в политике нет. Придётся восстанавливать государство более тяжёлым, из тяжёлой точки, из более низкой стартовой позиции. Ну, карантин, объявленный сегодня из-за коронавируса, это тоже главная тема этих дней. И Латвия останавливает пассажирские перевозки из России, в том числе, в рамках чрезвычайного положения, которое было объявлено. Как карантин скажется или, может быть, уже сказывается на политической жизни в политическом пространстве? Ну, это большой вопрос. Он скажется гораздо сильнее, чем уже сказался. Мы вступаем в другую эпоху – и политическую, и государственную, и социальную. Мир уже не вернётся в положение до 31 декабря 2019 года, когда вспыхнула эпидемия в Китае. Так что нам надо готовиться к будущему, а не к прошлому. Но, конечно, сейчас в первую очередь надо максимально сократить число смертей. Это очень важно. Потому что мы увидели, что этот вирус способен неожиданно, непредсказуемо давать взрывы. Такие взрывы смертности, как, например, было буквально позавчера в Италии. Там за один день рост на 400 смертей. Это очень страшно. И мы ещё не вполне понимаем, почему. И мы только надеемся, что этот вирус не мутирует. Но ничего больше, кроме надежды, у нас нет. Изменится очень многое, я думаю. И то, как легко правители разных стран с разной политической системой правовых и неправовых захлопываются. Особенно легко захлопываются те, кто послабее. Это ведь хороший повод для слабых политиков продемонстрировать силу, несуществующую, конечно. А Россия ещё в двойной беде, потому что у нас эпидемия идёт, но готовность к ней очень низкая. И готовность признать факт ещё ниже. А на ваш взгляд, почему действительно Россия так осторожно комментирует историю с коронавирусом? Потому что я видел заголовки в российских СМИ о том, что школы закрываются на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Ну, здесь несколько вещей. Есть, конечно, обычное лицемерие нашей власти. Есть и расчёт не напугать. Хотя в России, чем мягче говорит в таких случаях власть, чем больше она отрицает факты, тем страшнее становится. Хотелось бы думать, что одновременно идёт подготовка к настоящей эпидемии. Но пока это только догадки. Мы видим, что сегодня возникло три штаба во власти. И все три немедленно вступили в спор о том, кто из них важнее. Ну, как раз сегодня, вот учитывая ситуацию в Европе, эти цифры, которые нам тоже сообщают о жертве, вы упомянули Италию, которая находится действительно сейчас на передовой, наверное, в Европе в борьбе с коронавирусом. В России всего десятки заболевших, по крайней мере, как сообщают официальные источники. Насколько это надёжная информация, на ваш взгляд? Я думаю, эта информация прямо пропорциональна числу тестов на коронавирус. Я не думаю, что здесь какие-то специально скрываемые цифры. Вопрос в другом, и пусть бы скрывали, чёрт с ними, если бы были тесты, была вакцина. У них просто не хватает сейчас тестов, и в глубине России никакого тестирования нет. А это значит, что сразу будет взрывной рост, как он был в той же Италии. Если говорить о лидерах, Путин боится коронавируса? Вот Трамп, например, отказался сдать тест. Но сейчас вроде обдумывает. Нет, он сдал уже тест и получил отрицательный результат. Так что американские выборы, видимо, состоятся. Проблема с Путиным. Наверное, он настолько рассчитывает на свою службу безопасности, на тройное кольцо вокруг него. Он же ни к чему не прикасается вообще. Даже не в период коронавируса, а просто ни к чему не прикасается. Не знаю, иногда может быть, но я не знаю. Думаю, ещё сейчас даже женщины за кольцом. Сделаем небольшой перерыв, а потом вернёмся и продолжим. Эта программа «Абаня доступен». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». Политолог Глеб Павловский у нас на прямой связи. Ещё раз здравствуйте. Да, ещё раз здравствуйте. Напомню, телефоны прямого эфира в нашей студии. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить и пишите нам в WhatsApp. В WhatsApp. 230-6191 номер WhatsApp. Да, вы упомянули о женщинах Путина, и, конечно, в этом контексте всплывает фигура Валентины Терешковой, которая выступила с инициативой об обнулении. Много мемов сейчас в интернете, почему это она сделала. Ну и, кстати, она объясняя своё решение и свою инициативу, по крайней мере, выдавая её за своё, она говорит о том, что получила очень много письм от людей, которые говорят ей спасибо за то, что Путин останется. Вот что это за история с Терешковой, как считается? Ну, я не сомневаюсь, что она получает много таких письм. Скорее всего, так и есть. Но Терешкова вряд ли имеет смысл рассматривать всерьёз. Её попросили, она сделала, что могла, как могла. Понятно, что это не её инициатива. И, в общем, наверное, ей сейчас не так уж хорошо, потому что действительно реакция была, в общем-то говоря, скорее долгосрочная реакция будет плохой. Потому что это такая брежневизация, и она бьёт, конечно, по её репутации в народе. Но у нас много людей, которые хотят, чтобы Путин остался. Так что, я думаю, она всегда будет получать и хорошие какие-то сообщения. Всё это носило характер такой бессмысленной, бессмысленно закрытой спецоперации. И поэтому это особенно раздражает людей, так же, как была рокировка, знаменитая в 2011 году. Она тоже взбесила людей, даже безразличных к политике. Но сейчас ведь в историю вторглась пандемия, и до людей начинает доходить совсем другое. Не столько разночтение этих так называемых поправок с Конституцией, это очевидно, но это не так волнует. А то, что людей хотят отправить на участки в разгар эпидемии с риском для их здоровья и, может быть, жизни вот здесь, я думаю, возникает большая трудность. Выбор Терешковой, вот вы как раз сказали о спецоперации, аналогия, которая у меня возникла сейчас, как выбор первого космонавта и первой женщины-космонавта. Потому что выбирали из нескольких, полетела Валентина Терешкова. А был ли такой выбор, кто будет выступать инициатором обнуления путинских сроков? Или с Терешковой сразу определились? Не похоже. Здесь такая степень сумбура, ведь это, повторяю, импровизация, которая уже несколько раз меняла свой характер. И я думаю, что Терешкову выбрали наспех. Наверное, поскольку Савицкая, которая тоже космонавт, но выступала против новых сроков Путина. Здесь, понимаете, такая история, такой призрак, советский призрак. Есть, по-моему, даже фильм, уже забыл, или фильм, или сериал про собаку Лайку, которая, как известно, сгорела в атмосфере, первая собака в космосе. И про то, что её призрак возвращается на Землю и бродит по ней. Вот Терешкова примерно так же бродит в качестве призрака далёкой какой-то эпохи. Она ведь несчастная женщина, её фактически решением Политбюро заставили жениться на Николаевна. То есть несчастный Николаев был, собственно говоря. Поскольку у него был, как известно, роман с Анастасией Вертинской. Ах, этот роман вёл все виды увенчаться успехом. Но Политбюро решило иначе. Ему важно было узнать, что будет, если скрестить двух космонавтов. Это Хрущёв настоял тогда на этом браке? Ну, там была какая-то, я думаю, что решалось, наверное, так, да, не меньше. Но идея наверняка была у каких-то врачей-убийц в тогдашнем центре космонавтов. Но это показывает такое возвращение Советского Союза, вот эти символы СССР. То, о чём вы говорили, об этом призраке. Ведь Терешкова в каком-то смысле её можно воспринимать как символом той страны. И Путин тогда, получается, использует символ СССР для себя и в свою пользу. Ну, не знаю. Сейчас это уже перекорм. Ведь эти символы актуальны для людей того времени. И даже не для всех из них, как известно. Так что, я думаю, здесь пережилание упаковать в символы совсем другие вещи. Здесь мало советского. Но есть вера в то, что в чудодейственные пилюли. Знаете, у нас было такое понятие «кремлёвские пилюли». Я не помню уже что, но ими что-то лечили. Кажется, всё. И вот это такая Терешкова-кремлёвская пилюля в данном случае. Ну, это даже неинтересно обсуждать. Решение мог принять человек значительно моложе. Мог принять решение Кириенко, мог кто-то моложе его. Ну, продолжая в советском времени, вы в интервью РТВА сказали, я сейчас не претендую на точность цитаты, но если я помню правильно, вы сказали, что сталинская конституция была прогрессивнее путинской. Для своего времени, конечно, потому что это конституция 36-го года. Бухаринская фактически писала её группа Бухарина и группа его коллег. Все они были потом практически все расстреляны. Тогда эпоха, вспомним, что тогда Европа была фашизирована. Осталось ничтожное количество нефашизированных, неавторитарных стран. И конституция писалась с Бухариным искренне. Бухарин верил в социалистическую демократию на пороге могилы. Поэтому в ней было очень много таких ничем не ограниченных, таких демократических для того времени требований свободы прессы, свободы демонстрации, митингов и так далее. И в ней практически не было коммунистических вставок. Она была в каком-то смысле беспартийная. А это, конечно, теперь насыщено какими-то бессмысленными врезками. То есть сталинская кристалличия демократична, можно так сказать? Её можно было использовать. И именно это мы и делали. С 65-го года, середины 60-х годов началось движение. Оно тогда ещё не называлось диссидентским. Оно основывалось на ножницах между обещаниями Советской Конституции и Советской реальностью. Её, кстати, и в странах Балтии тоже использовали этот разрыв. Я думаю, что теперь тоже придётся для тех, кто захочет, они будут использовать эти ножницы между первой и второй частью Конституции, которые остались в такой декларации теперь демократических ценностей, и остальными пунктами, которые испорчены. Несмотря на то, что сегодня многие эксперты говорят, что Конституция переписывается под одного конкретного человека, всё-таки в Конституции есть изменения, которые касаются полномочий Госдумы. То есть, согласно Конституции, теперь Госдума будет назначать премьер-министра. Понятно, что это, возможно, скорее такая, наверное, формальная история. Но хотя бы косвенное направление в сторону парламентской республики здесь можно рассмотреть? Ну, никак. Вы можете очень долго рассматривать. Ну, спросите просто себя, откуда берётся этот премьер-министр? Ну, если говорить о будущем, возможно, более фундаментально так, если смотреть на вещи, на эту институцию? Нет, почему-то нет. Здесь очень простой политический вопрос. Прекрасно. Дума утверждает премьер-министра, да, выдвигает. Откуда он берётся? Она выдвигает предложенную по телефону администрации президента кандидатуру премьер-министра. А зато теперь Думу можно разогнать не только в случае, если она не утвердит, как раньше, премьера трижды, а и в случае, если даже она не утвердит отдельных министров. Как теперь ввели очень странную норму. Если Дума не утверждает треть состава министров, то она опять-таки может быть распущена. Что это значит? Я не знаю, но вряд ли это движение в сторону демократии. Много звонков у нас на линии. Да, будем снимать. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Да, как вас зовут? Добрый, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Сергей, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Достаточно часто смотрю телевидение российское. Конечно, горько, очень горько. Да, задавайте вопрос, очень мало времени на реплики. Вопрос конкретный. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим, вы говорите о разных направлениях, как про путинской политики, кремлевской. Но мне искренне непонятно. Пожалуйста, объясните, как народ является в большой своей массе соучастником, именно соучастником всех вот этих, ну, порой даже преступных деяний, порой даже. Да, спасибо вам. Ну, я разбирался в этом много, много книг написал. Здесь есть такой чисто российский институт сговора. Это не договор народу с властью, потому что власть с народом не договаривается. Но сговор есть, этот сговор состоит в том, что если, как считает население страны, если его выживанию ничего не грозит, то с остальным оно готово согласиться. То есть, как бы, люди заранее знают, что все любые изменения будут не в их пользу. Но если они не возвращают их к риску выживания, как в 90-е годы, то они считают, что это терпимо. И вот это такой странный, я это называю такой моментальный массовый сговор населения России с властью России. И власть, конечно, этим пользуется. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Мария. Да, задавайте вопрос, Мария. Здравствуйте, господин Павлов. Да, сделайте потише радиоприемник, эхо слишком сильно. Да, хорошо. Вот, вы сказали, что ситуация в Италии с коронавирусом для вас неясна, но ведь в медиа уже дали объяснение ему, что якобы слишком много, ну не слишком много, а очень много было туристов из Китая там. Во-вторых, гигиена. Да, задавайте вопрос, мы не можем сейчас долго сошли. Ну, как он, согласен ли с этим или нет? И второе, вот, с этим утверждением. И второе в отношении Терешковой тоже. Ее выдвинули, потому что это женщина, герой и так далее, и так далее. И те люди, которые ее выдвигали, предполагали, что нападки будут. А так как она такой герой в прошлом, то нападок будет меньше, как вы с этим. Да, спасибо вам. Понятно. Во-первых, должен вам сказать, что в Москве и в Петербурге китайцев просто половина пешеходов. Так что я думаю, что здесь проблема не в этом. Не в этом. В чем она? Там они до сих пор ищут вот это начальное. До сих пор неизвестен, кто первый. Кто был человек номер ноль, который передал вирус. Кто первый съел, да, летучую мышь. Во-вторых, там есть, конечно, связанные с устройством итальянской медицины, а также со склонностью итальянцев обниматься при встрече. Но это все уже детали. Произошло то, что произошло. Что касается Матвиенко, то я думаю, Кремль совершенно не волновался по поводу репутации Матвиенко в дальнейшем. Ее просто использовали, и все. То есть, Терешкову, да, вы имеете в виду? То есть, Терешкову, Матвиенко, да, уже использовали раньше. Да, Матвиенко тоже комментировал. А, между прочим, у нас было две, когда-то, вот в 90-е годы, я еще начинал тогда политтехнологические свои эксперименты, и было две женщины, которые в каждом сложном случае их бросали в прорыв, потому что они вызывали позитивные эмоции у людей всегда, и как бы им доверяли. Это была Элла Памфилова и Валентина Матвиенко. Поэтому их периодически назначали на разные видные должности, без особых задач решающих, потому что они были такими лицами, вызывающими доверие. Ну и, конечно, сегодня это уже грустно вспомнить. Но Элла Памфилова ведь сделала несколько заявлений, назвала это политическим завещанием Владимира Путина и комплексным обедом, если я не ошибаюсь. Ну, что-то говорить, все-таки было время, когда она была одним из самых радикальных критиков Кавказской войны. Это тоже нельзя забывать. Тогда не так много демократов готовы были критиковать Кавказскую войну. Она яростно была в яростной оппозиции. Так что, может быть, это и зачтется. Но власть покупает, скажем так, людей либеральных взглядов, потому что мы видим достаточно активно журналисты либерального толка переходят на Rush Today в частности или на другие федеральные каналы. Многие объясняют это тем, что просто рынка не осталось, а жить как-то надо. Другие там пытаются реализовать свои дворческие задачи. То есть власть направлена, то есть она смотрит в этот фокус, то есть на либералов, чтобы их заполучить для себя? Она не смотрит на либералов, она смотрит на каких-то людей. То есть она готова, всегда готова ответить на предложение услуг. Она ведь такая всеядная власть. Люди сдаются действительно очень трудно бороться на таком сужающемся пространстве. Это ситуация как-то из сказки «Серая шейка». Да, так сказать, замерзает, а ужас замерзает и замерзает. И в этой оставшемся пространстве идут действительно не самые хорошие отношения, устанавливаются между журналистами, чудовищные обиды, нападки и так далее. И время от времени кто-то бежит туда, а там деньги и надежда слабая, может быть, но надежда, что получится и хоть что-то свое. Ксения Собчак получила шоу на Первом канале. Она долго об этом мечтала, еще ранее говорила в интервью. То есть подчеркивала всегда людям, которые были в федеральном эфире, что вы же в федеральном эфире. Сейчас она сама в федеральном эфире. И есть мнение, что это благодарность за то, что она выдвинула свою кандидатуру в президенты. Вот насколько это так, как вы считаете? В том числе она ведь никогда не считалась чужой. Она всегда оставалась своей. Путин жестоко ее наказал в 2012 году. Вот это фактически, когда ее обыскивали полураздетую в прямом эфире. Ну и все, он считает, что одной порки достаточно. И действительно, одной порки оказалось достаточно. Дальше нет такой ситуации, что четко человек продает часть своей души, и за это он получает время на Первом канале. Знаете, такой дорогой валюты у нас не расплачиваются. Там ведь достаточное количество предупреждающихся гадов, крокодилов и так далее. Я имею в виду на Востанкино. Поэтому там не расступаются перед тобой. Но Ксении все-таки никто угодно. Она человек всегда близкий к Путину. Всегда была. Я очень удивлялся, что кто-то рассматривал всерьез ее историю с президентской программой в 2016-м, или уже забыл, уже в 2017-м году. Но это же было шоу. Это было шоу и откровенное шоу. Она, по-моему, даже не делала вид, что это всерьез. В то же время, ведь тогда она подняла в федеральном эфире вопросы, которые волнуют в том числе оппозицию. Фамилия Навального звучала, опять же, у Соловьева, когда она выступала в этом поединке с ним. То есть это нужно было Кремлю в тот момент? Да, это нужно было Кремлю. И ничем не опасно было. И сегодня, я думаю, что для Кремля ничем не опасно было бы более развязное поведение, более свободное, независимое поведение руководства телеканалов. Это их собственная подлость. Им не диктуют каждый день, что говорить. Ну а оппозиция в России сегодня, как мы видим, все-таки, да и не только в России, наверное, если говорить о постсоветском пространстве, но поскольку мы о России сейчас, ее функция, наверное, реагировать на те или иные политические изменения, которые инициируются властью. Должна ли, на ваш взгляд, оппозиция сама что-то принимать? То есть чтобы власть реагировала на что-то иниции? Нет, это полная чепуха. Оппозиция, которая только реагирует на власть, а не идет к власти сама, она вообще не нужна. Это, вообще-то говоря, в эпоху социальных сетей это мы и без оппозиции можем делать. Оппозиция нужна, чтобы выстроить политическую повестку, добиться узнаваемости этой повестки и создать вокруг нее союз, альянс, коалицию и с этой повесткой идти к большинству. Оппозиция, которая отказалась от парламентской деятельности, она перестает быть оппозицией, она становится просто спикерами группы, ньюсмейкеров, спикеров, свободных интеллектуалов в лучшем случае еще. Ну, российская оппозиция, это удается сегодня идти? Ну, она не оппозиция в этом дело, она это делает, да. Это может делать кто угодно. Любой вот у нас журналист, который просто начинает систематически выдвигать какие-то требования, организовывать митинги и так далее, ну, например, как Илья Азар, хороший журналист, но он фактически делает один, делает там за пару оппозиционных партий работ. Так что нам вопрос, что делают они? Вот в чем дело. Что делает, например, партия Яблок? Ну, вот это все грустные темы, я не хочу об этом. Я думаю, что после провала оппозиции в нынешней, ну, возникнет свободное место для других. Есть у нас звонок, да. Мы успеем принять коротко. Здравствуйте, мы слушаем вас, задавайте вопрос. Добрый вечер. Добрый. Ну, у меня, наверное, вопрос какой-то по поводу Владимира Владимировича Путина. Как бы, как бы, понятно, после того, как Ельцин решил уйти, он возник, в принципе, практически ниоткуда, но очень мало известно. Во всяком случае, я помню, что такая... Да, задавайте вопрос. Да, пожалуйста, очень мало времени у нас. Вопрос ваш. Ну, вот всегда параллельно генсекам и президентам, да, скажем, Ельцина, да, были умнейшие люди, такие как Громыко, Шеварднадзе, Черномырдин и вот на данный момент Лавров. А почему вот никогда не рассматриваются и кандидатуры, или это такое табу, или... Мне кажется, это умнейшие люди. Мне так кажется. Может, я ошибаюсь, конечно, или какой-то... Это тут, может быть... Да, мы поняли вас. Они же умерли, большинство из названных вами. Лавров еще сказал, на что я слушатель... Ну, он имел в виду, видимо, что тот временной отрезок Шеварднадзе, когда был при Горбачеве. Ну, да, да. Ну, вы знаете, мы с вами много знали о Ельцине, прежде чем его Горбачев выдвинул. Поэтому то же самое и с Путиным. Проблема вот в этой нашей чудовищной фиксации на каких-то чудодейственных лидеров и надежда в том, что вот они что-то сделают за нас. Так не бывает. Когда люди перестают заниматься политикой и ждут, что лидеры сделают за них, лидер садится им на шею. А кто такой Лавров? Лавров постельничает у Владимира Владимировича. Почему? Откуда еще видно, что он способен чем-то управлять, если он добровольно отказывается от своего мнения, от своей позиции и перепевает то, что услышал Путина. Спасибо вам, что вы нашли время и вышли к нам в прямой эфир. Политолог Глеб Павловский был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания.